Как полюбила, так и зарабила. Под такой назвой у филиала Ветковского музея в Гомеле открылась выстава, присвеченная 105 годью с дня народжения Марии Каутуновой. С Неглюбским сусветом одной мастерой знакомилась Ганна Корольчук. Биография Марии Каутуновой очень простая, как и во всех вязковых шахаров. Родилась у Неглюбцы в 1915 году. Скончила два класса местной школы. Працевала дояркой в Саугасе. Вышла замуж и выхивала девять детей. Ткать и вышивать училась с детинства. Во всех, кто наведал ее дом, возникало удивление. Как может один человек створить стольки прыгожости? Сдавалось, что ты тропляешь в райский сад. Навокол были тканые вышитые диваны, наволочки, постелки, рушники с квятистыми узорами. Сначала рождение детей, потом война. В промежутке лет сорока ткала. И на выставке можно увидеть не только тканые, но и вышитые рушники. Или, допустим, покрывала. То, что мастерица перерабатывала с вышивки в ткачество. Наоборот, и могла стилизовать. То, что уже было, она стилизовала. Эта женщина была не только талиновитой ткачихой и вышивальщицей, а и соправданной заховальницей старожитных традиций. Багато працавала над узорами, сбирала орнаменты со стареньких рушников и переводила их со складанной техники ткацтву в больше простую. Шмот разов Марью Ковтунову просили отдать работы в музей. И она отказывала. После моей смерти все заберите, а пока живу, нехай будет дома. Дети выконали этот заповед. После смерти мати в 1988 году покинули себе по некольки рушников, а больше за 60 работ передали в музей. Нам мама на память каждому из дочерей подарила две работы. Остальное она отдала в музей. Мы это храним на этих рушниках. Я второй раз замуж выходила, становилась на рушник ее память. Наши дети выходят замуж, женятся. Также мы этот рушник берем в ЗАГС. И вот эта память, она как бы все время по жизни идет. Надеюсь, и внуки наши возженятся. Мы их тоже, как бы, все это мы храним. На открытие экспозиции приехали дети, внуки и правнуки Марии Ковтуновой. На жаль, творчая династия у семьи не заховалась. Однако творчостью нехлюбской маестрыхи люди протягивают захопляться и 30 годов после ее смерти. При этом Яя Таллин был признанным и при жизни. В музее можно увидеть ее медали, грамоты и дипломы за удел во всесоюзных выставах. Ганна Кральчук, Яугин Макеенко, Телерадо, компания Гомель.